Здравствуйте! В эфире информационная программа День Республики, студия Гелена Багаева. В Элисте открылась персональная инсталляция ожившей полотна Никаса Сафронова. Художник лично познакомил гостей мероприятия со своими работами. Всего представлено более 80 живописных и графических арт-объектов различных жанров. Полина Бевинова побывала на открытии. Настоящий праздник в культурной жизни столицы состоялся с открытием инсталляции самого востребованного живописца современности Никаса Сафронова. Его работы находятся во многих музеях России, в том числе в Эрмитаже и Третьяковской галерее. Индивидуальную манеру автора подчеркнул в том числе и глава государства Владимир Путин, чей портрет много лет назад написал Сафронов. Кстати, копию этой известной картины живописец вручил главе Республики Бату Хасикову. Мы встречались с президентом, на всякий раз он говорит о том, что так лучше никто и не сделал. Вот эту копию я хочу подарить главе Республики Бату Хасикову. Я думаю, что нам всем повезло, что у нас есть замечательный президент и что у нас есть замечательный глава Антон Сергеевич. В активе художника около 300 персональных выставок только за последние 10 лет. Их посетили десятки тысяч человек. И вот уникальная возможность познакомиться с творчеством маэстро появилась у жителей Республики. Приезжайте к нам почаще. У нас очень много идей, как мы можем взаимодействовать. Взаимовыгодных идей, я бы даже так сказал, у отеля. Мы всегда открыли. Пусть вас в Калмыкии вдохновляют. Это мое главное пожелание. А всем присутствующим я хочу пожелать вдохновляйтесь. Вдохновляйтесь, впитывайте в себя эту красоту, созерцайте ее и становитесь еще лучше во всех ваших делах и в целом по жизни. Спасибо. В своем приветственном слове Ника Сафронов признался, что влюбился в Калмыкию и теперь мечтает создать цикл работ, связанный со Степным краем. На самом деле великолепный край, великолепные люди, вкусные, доброжелательные. Мы были вчера в буддельском храме, что дали какие-то деньги, помолились. И мое желание там было как можно чаще сюда приезжать и оставить свет в истории России в виде украшения, написания картин, связанных с Калмыкией. А после завершения официальной церемонии открытия мастер лично рассказал аудитории о каждой из своих работ. Поведал о своей знаменитой полуразмытой технике, где изображена Венеция, об объемной графике с изображением знаменитых советских актеров, о серии «Люди-животные» и других приемах. Я был в Гонконге с горы, и там весь зоопарк, все, что осталось, эти какие-то рейсы. Я решил показать, как цивилизация двигается и захватывает, чем природа, и дает точнее, как бы, будущее, если бы будущее, не в этом мире. Сюжеты средневековой Европы сменяют простота сельских пейзажей. Свои картины Ника Сафронов пишет в разных техниках, от классического натюрморта до поп-арта. Есть даже свой авторский стиль – Dream Vision, благодаря которому художник попал в Книгу рекордов Гиннеса. Человек, который сделал себя сам, так отзывается о Никасе Сафронове – калмыцкие мастера кисти. На мой взгляд, на сегодняшний день в России несколько таких художников, которые могут сделать себя, во-первых, как художник. На мой взгляд, он хороший художник и получился, и говорил, что себя он сделал сам. Вот таких художников, как он, в России очень мало. И как личность, как художник, как человек. Ну, все говорят, что он простой в общении и хороший человек. Для нас художник калмыки – это очень праздничный день, потому что редко бывают такие мэтры, как Сафронов, чтобы сделать персональную выстрелку. Работа его, ну, можно сказать, ну, как маэстро, хорошая, стильная работа. Поэтому для нашего населения, Листы, будет чему получиться посмотреть прекрасные работы, потому что это его жизнь. Персональная выстрелка – это же часть жизни его творчества, понимаете? Поэтому они все великолепны. Просто наши зрители должны посмотреть, и каждый принять его работу, ну, через себя все это, воспринять эту работу. То есть с каждой работы художника я через себя перепропускаю и получаю заряд энергии своим творчеством, понимаете? Полюбоваться известными полотнами пришли десятки неравнодушных к высокому искусству людей. К тому же художники, имеющие международную известность, нечастые гости в калмыцкой столице. Большое событие для культурной жизни. Это, понимаете, его картины вселяют радость, солнце. Столько много светлого, столько много позитива. И такие своеобразные у него картины, особенно люди в лицах животных. Это же необычно, необычно. Или, например, показывает женщину, она вся в цветах, даже лицо закрыто цветами. Это говорит о ее поэтической душе, что она красива душой. Поэтому, конечно, большая благодарность ему, что он решился выехать сюда. Экспозиция полотен самого загадочного современного живописца калмыцкому зрителю будет доступна в течение месяца. Отмечу, обладатели пушкинской карты в возрасте от 14 до 22 лет смогут посетить ее бесплатно. Полина Бевинова, Максим Мятежная, информационная программа Ди Республики. Как сообщает агентство ТАСС, депутаты и первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Трущак внесли в Госдуму законопроект о пожизненном сроке для педофилов-рецидивистов. Законопроектам предлагается распространить максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы на педофилов за повторное нарушение насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетних до 18 лет. Кроме того, пожизненный срок будет предусмотрен для ранее не привлекавшихся по данным статьям педофилов за аналогичные преступления. Поправки предлагается внести в 131 и 132 статьи Уголовного кодекса. В степной столице прошел традиционный турнир по футболу. На кубок главы администрации Листы участвовало 18 команд из различных организаций и учреждений города. В финальном матче сразились команды Росгвардии. Сезон номер один. В результате напряженной борьбы победителями стали росгвардейцы. Второе место заняла команда УФСИН и бронза у регионального фонда социального страхования. Команда у нас довольно-таки слажена вся. Не первый год мы уже участвуем. Со многими из ребят мы уже и с юношкой школы занимались, и также продолжаем и по службе вместе несем, бок о бок работаем. Ну и на этот турнир решили собрать команду, ну и достойно выступить. Надеюсь, у нас результат поступил как факт, что мы заняли первое место. В торжественной церемонии награждения приняли участие представители городской администрации, руководители муниципалитета Дмитрий Трапезников. Вручил трофей призерам, он также отметил, что открытый турнир уже стал доброй традицией. Турниром довольны. Ребята показали интересную игру, и вот, честно говоря, прям переживали за финальный матч. Такой напряженный был, честно говоря, ждали большего результата, думали, побольше будет мячей в воротах. Ну, в принципе, тоже есть результат. Команда одна победила, другая проиграла. Слава Богу, минимум травматизма, самое главное в спорте, да, чтобы не было травм. Турнир стал уже традиционным. В прошлом году мы проводили такой же турнир. В этом году участвовало 18 команд. Это, в самом деле, славно, что ребята хотят участвовать в таких мероприятиях. Есть интерес, и вот, будем продолжать. Также дипломом и денежным призом были отмечены футболисты, проявившие себя в различных номинациях. Как отметил главный судья соревнований, все спортсмены показали хорошую игру. Хотелось выразить, в первую очередь, благодарность главе администрации города Элисты за проведение такого, скажу, масштабного турнира. Очень много, точнее, не очень много, то есть, это ежегодно получился у нас турнир, и многие команды, они прям ждут этого турнира. То есть, команды, которые не участвовали в чемпионатах республики, на кубах главы не участвовали именно в большой футбол. То есть, именно команды, организации, которые могут себе позволить участвовать в мини-футболе. И, в принципе, сегодняшний турнир, он показал уровень этих команд. Выпуски новостей, а также другие передачи нашего телеканала смотрите в цифровом вещании канала ОТР, на 21-й кнопке в IPTV, в зеленой точке Ростелекома и на официальном аккаунте в инстаграм.реакан.ру. На этом у меня все. Всего доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова